Николай Коперник, польский ученый, занимался вопросами звездного неба. И описывая процессы звездного неба, он постановил следующее. Вот это у нас ось абсцисс, углы, которые измеряются против часовой стрелки, положительные, а углы, которые измеряются по часовой стрелке, отрицательные. Почему он так решил, никто не знает, но это уже вошло в обиход, и мы до сих пор этим пользуемся. Соответственно, еще раз, углы, которые измеряются против часовой стрелки, положительные, по часовой отрицательные. Как измеряются углы, мы все прекрасно знаем. Окружность делится на 360 равных кусочков. И один такой кусочек, это 1 градус. Дуговой. Еще раз, это 1,360 часть окружности. А центральный угол, центральный угол, это угол, который решен от центра окружности, который опирается вот на этот угол, вот этот уголочек. Это тоже 1 градус, но угловой. Это, соответственно, центральный угол. Надо понимать, что 1 градус дуговой, 1 градус угловой, это не одно и то же, да? Ну, понятно, дуговой, потому что дуга, угловой, потому что угол. Но угол и дуга это не одно и то же. Нельзя просто сказать, что вот этот центральный угол равен этой дуге. И, соответственно, нельзя сказать, что 1 угловой градус равен 1 дуговому градусу. Говорят, что центральный угол измеряется вот этой дугой. Именно слово измеряется. То есть, по измерению они равны, оба 1 градус. Но они не равны между собой. Оба и дуга это разные вещи. И это важно понимать и не путать, потому что это грубейшая ошибка. Соответственно, 1 градус в срочи состоит из 60 минут, но в 1 минуте 60 секунд. Дальше. Можно подумать, что вот эта система, мы только ее использовали первые 9 лет. Можно подумать, что это единственная система измерения углов. На самом деле это не так, было еще много других систем. Например, во Франции, во времена французской буржуазной революции, они ввели свою систему, сказали, что это за система такая, почему она 60-ти ричная, кто это вообще придумал. Кстати, по поводу, почему она 60-ти ричная, объяснить можно. 60 делится на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 10, на 12, на 15, на 30. В общем, имеет много делителей. Поэтому этой системой очень пользоваться удобно. Так вот, во Франции вместо этого окружность разделили на 4 части. Квадранты. Ну, квадрат 4, да? Каждый квадрант еще разделили на 100 маленьких угловых единиц. Получилось 4 квадранта в каждом 100 угловых единиц. Всего в окружности 400 угловых единиц. Стали пользоваться ей. Ну, и пытались распространить ее по всему миру. Ну, мирок, конечно, послушал, но пользоваться не стал так, как было неудобно. И сейчас эта система уже нигде не используется. В артиллерии совершенно другая система. Там окружность делится на 60 равных кусочков. И один такой кусочек называется большое деление угломера. То есть окружность состоит из 60 больших делений угломера. Каждый вот такой большой кусочек делят еще на 100 маленьких. А который называется малое деление угломера. Соответственно, окружность 60 на 100 будет 6000 малых делений угломера. Поэтому, если вдруг вы включите какой-нибудь, попадете на какой-нибудь советский фильм про войну, где идет артиллерийский обстрел, можно услышать, например, влево 0,07. Это значит, нужно повернуть влево на 7 малых делений угломера. Вправо 1,14. Это значит, нужно вправо повернуть на одно большое и 14 малых делений угломера. Батарея, огонь. Ну и так далее. То есть вон у нас оказывается, сколько систем измерения углов градусов. Квадранты большие, малые деления угломера. Но есть еще одна очень интересная система. Для этого берутся две концентрические окружности. Концентрические значит с общим центром. Вот у нас две окружности. У них один и тот же центр. Такие окружности называются концентрические. Концентр. Единый центр. Ну вот. Проводится два радиуса к большей окружности. Соответственно, вот эту вот большую дугу к большей окружности, давайте назовем А большую. Вот эту дугу меньшей окружности, давайте назовем А маленькая. Вот этот больший радиус. Назовем Р большое. Вот этот радиус меньшей окружности, Р малая. И вот, соответственно, у нас получилось два подобных треугольника. Вот он первый треугольничек, вот он второй треугольничек. Возникает вопрос, какие же треугольники? У них одна сторона дуга. Так вот, есть такая интересная наука, называется сферическая тригонометрия. И вот в ней, вот на этом чертеже изображено раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь треугольников. Там все стороны это дуги окружности. Вот, например, раз сторона, два сторона, три сторона. Значит, треугольник. Вот эти треугольнички, у них только одна сторона дуга, поэтому они называются полусферические. И они, так же, как и обычные треугольники, могут быть подобны. А раз они подобны, можно записать следующее соотношение. Дуга большей окружности относится к радиусу большей окружности. Дуга большей окружности к радиусу большей окружности. Вот этот значок обозначает дугу. Вот, так же, как дугая меньшая окружность относится к радиусу меньшей окружности. Дугая меньшая окружность относится к радиусу меньшей окружности. И вот эта величина есть константа или постоянная. Константа и дошифровывается как постоянная. Например, у нас есть русское имя Константин, которое как раз переводится как постоянный или верный. Так вот, и отношение дуги окружности к радиусу называется радианная мера угла. Возникает вопрос, какая же в этой системе измерение углов, что поменимается за единицу измерения? В чем, собственно, мерятся все углы в этой системе? Так вот, в этой системе единицы измерения служат центральный уголочек, который опирается на дугу, равную радиусу. Вот если мы возьмем радиус, да, и вот так согнем, вот этот уголочек, который будет опираться на эту дугу, равную радиусу, это и будет один радиан. Это не то, что там какие-то градусы, которые даже изобразить невозможно, да, это прям большой, хороший угол, за которым можно взять, подержаться, посмотреть на него, полюбоваться. Так вот, еще раз, да, один радиан – это центральный угол, который опирается на дугу, равную радиусу. И сколько же таких уголочков укладывается в нашей окружности? Да, как это посчитать? Длина всей окружности – это 2πr. Нам нужно, хочется узнать, сколько вот таких вот кусочков в нее укладывается. Ну, это очень просто, делим просто на r, r и r сокращаются, получается, что в окружности у нас 2πr радиан. Тут я хочу особое внимание обратить на то, что вот эту величину конечную я написал в скобках. Знаете, был в одной школе на уроке физики в 11 классе, ну, и там преподаватель надо спрешил какую-то задачу, у него там формула, формула, формула. Ну, и в конце все свелось, там, какие-то вычисления, 2 плюс 3 равняется 5, и он написал секунд. И все, на этом урок закончился, все написали, все списали с доски и пошли домой спокойно. Вот так ни в коем случае писать нельзя, это грубейшая ошибка. У вас с одной стороны стоят числа без размера величина, а с другой стоят секунды. Не может число равняться секундам. Если у вас здесь секунды, то тут должно быть 2 секунды плюс 3 секунды, и везде до этого должны быть секунды. Но, конечно, так писать неудобно, да, везде секунды. То есть, там, будет сто раз писать секунды, зачем это нужно? Поэтому, чтобы не было ошибки, просто вот этот конечный величинок ставить в скобочках. А если эти скобочки не ставить, да, вот так вот, то вот тут нифига не равно. Ну, это так, привеческое отступление. Поэтому, вот тут вот, я тоже, с одной стороны у меня 2π, я радиан написал, значит, с другой стороны 2π. А радиан указывает в скобочках, что у нас, значит, радиан и здесь, и здесь. Ну, и последний, наверное, вопрос. Сколько же в одном радиане наших таких родных, понятных нам знакомых градусов? Так вот, один радиан, это приблизительно 57, 17, 45, 57 градусов, 17 минут, 45 секунды. Еще раз бегло. Коперник. Углы, которые считаются против числа стрелки положительные, по числу отрицательные. Один дуговой градус, это одна 360-я часть окружности. Один угловой градус, это центральный угол, который опирается на дугу равный одному градусу. В одном градусе 60 минут, в одной минуте 60 секунд. Во Франции вынесли систему отсчета, разделили на квадранты, в каждом по 100 угловых единств, в том числе из угловых единств. В артиллерии своей системы делят на 60 больших делений угол, и каждое большое деление на 100 маленьких. Ну и последняя система. У нас есть две концентрические окружности, проводят два радиуса к внешней окружности, и у нас получается два подобных полусферических треугольника. Составляется соотношение. Большая дуга к большему радиусу, как меньшая дуга к меньшему радиусу. Эта величина есть постоянная, и она называется радианная мера угла. В этой системе все углы измеряются радианами. Что такое радиан? Радиан — это центральный угол, который опирается на дугу, равный радиусу. Как узнать, сколько радиан в окружности? Берем просто длину окружности, 2π, и делим на один радиус. Эта величина сократилась, получилась 2π. Это у нас радиан. Ну и один радиан — это примерно 57 градусов 17 минут 45 секунд. Редактор субтитров А.Семкин